Сегодня губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел в Салихарде заседание правительства Арктического региона, на котором были рассмотрены значимые для жителей округа вопросы. В частности, обсуждались результаты деятельности благотворительного фонда Ямины, итоги работы с обращениями граждан и новые цифровые технологии в молодежной политике. По первому вопросу об итогах работы с обращением граждан в 2018 году докладчик заместителю губернатора, руководителя аппарата губернатора Ямал-Нинского автономного округа Наталья Фиголь, подчеркнула, что по итогам года отмечено снижение зарегистрированных обращений почти на 9%. 29 тысяч в 2018 по сравнению с 31 тысячей в 2017. Основным фактором спада количества обращений, на наш взгляд, является активное включение исполнительных органов и муниципалитетов в работу в новом формате через социальные сети. Анализ ишеквартальной динамики поступления обращений в адрес губернатора и членов правительства в ее характерный спад объема поступающих обращений в четвертом квартале 2018 года на 11%. Еще одним подтверждением данного вывода является увеличение более чем в два раза количества граждан, обратившихся к губернатору перед проведением прямой линии 23 декабря 2018 года. По тематике обращений на первом месте остаются вопросы жилищной сферы. Их доля составляет порядка 1,3 от общего числа всех обращений. На втором месте тема ЖКХ. Капремонта и работа управляющих организаций 18%. Замыкает тройку социальная сфера 10%. О деятельности благотворительного фонда поддержки детей Янао Ямины в 2018 году доложил директор организации Дмитрий Фролов. За прошедший год в адрес фонда поступило свыше 85,5 миллионов рублей. Фонд оказал помощь 675 детям. Информацию по третьему вопросу повестки о проведении в Салихарде форума развития представил руководитель Департамента молодежной политики и туризма и Молнинско-автономного округа Наиль Хайрулин. Событие пройдет в формате мозгового штурма и призвано стимулировать появление новых идей в выбранной сфере деятельности и обязательное доведение их до реализации непосредственно на площадке мероприятия. Что это значит? Это значит, что по истечении 48 часов, на протяжении которых будет проходить форум разработчиков, предположительно это будет база МРК «Полярис», всем конкурсантам необходимо будет представить минимально работающий продукт, который позволяет решить ту или иную проблему в той или иной сфере. Предполагается, что мероприятие объединит 50 молодых специалистов со всего округа. Юные программисты примут участие в разработке полезных для ямальцев мобильных приложений, компьютерных программ и сервисов.